Поиск альтернатив сотрудничества в нашем непростом мире один из путей развития. Главное соблюдать принципы уважения и взаимности. Конкретные шаги по расширению и углублению сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, по линии промышленности, сельского хозяйства, накануне обсудили на встрече министр иностранных дел нашей страны и посол Доминиканской республики в Беларуси. Речь в частности шла о максимальном использовании потенциала в области туризма. Наши страны готовятся к подписанию межправительственного соглашения о взаимной отмене виз. Накануне завершения своей дипломатической миссии в Беларуси Франк Ханс Данберг Кастильянос поделился своими планами и размышлениями в интервью агентству теленовостей. Доминиканская республика является одной из ведущих экономик Центральной Америки. В число ваших крупнейших торговых партнеров входят США и Китай. В условиях нарастающей конфронтации между этими странами, как Доминиканская республика достигает свои экономические и политические цели? Наша страна живет за счет туризма, а туризм – это аспект экономики, который не создает врагов. Нам необходимо дружить со всеми, иначе мы не смогли бы жить за счет туризма. Мы знаем, что Беларусь – это также процветающая экономика, а мы должны присутствовать во всех частях света. Туризм открывает все двери. У него есть еще одно свойство. Он устраняет мифы, созданные средствами массовой информации. Когда доминиканец приезжает в Беларусь или Россию и своими глазами видит, как живет и чем занимается народ, что представляет из себя культура и общество этих стран, все те предвзятые представления, которые есть в голливудских фильмах, их телепрограммах, где люди из Беларуси и России постоянно изображаются, как отрицательные или негативные, исчезают. В любой стране есть хорошие и плохие люди, но в Беларуси и России преобладают люди с добрым сердцем, гостеприимные по отношению к туристам. Только приехав сюда, человек понимает – то, что он видел по телевизору, то, что он видел в кино – это неправда. Поэтому мы всегда считали, что отмена виз между странами, сближение людей, обмен студентами помогают устранить барьеры, которые создаются с помощью средств массовой информации. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество белорусских туристов в нашу страну, а также привозить к вам доминиканцев, проводить студенческие обмены, торговые обмены. Именно это разрушает барьеры и страхи, которые могут существовать из-за расстояний языка или геополитических вопросов. Как вы можете оценить уровень взаимоотношений Белоруссии и Доминиканской республики? Какие этапы сотрудничества прошли наши страны? И какие общие проблемы стоят перед ними? Как мы можем их решить вместе? Дип-отношения между нашими странами начались 22 года назад. Тогда доминиканский посол не представлял верительных грамот. Мое назначение первым послом из Москвы от нашего правительства – это первый шаг в правильном направлении. Ваш посол на Кубе также вручил верительные грамоты нашему президенту и провел плодотворные встречи с несколькими министрами, торговыми палатами, представителями частного сектора и официальными лицами нашего МИД и правительства. Когда я к вам прибыл, у меня была очень насыщенная программа, включая встречи не только с правительством и министром иностранных дел, но с Минторговли, университетами и компаниями, экспортирующими тракторы, запчасти к ним и фармацевтическими компаниями. Это открыло для нас множество возможностей. Возникли и некоторые проблемы, так как отмена прямых рейсов из-за геополитических проблем в рамках СВО, а также банковские санкции, которые затрудняли торговлю. Я искренне верю, что опыт, полученный белорусами и россиянами, которые посетили нашу страну в качестве туристов, а также доминиканцев, которые учились в Белоруссии и России, сильнее, чем любое геополитическое давление, которое стремится разделить наши народы. Наши отношения развиваются только вперед. За три года своей работы я оставляю крепкий фундамент для этого. Да, ваша дипломатическая миссия в нашей стране подходит к концу. Что особенного вам за это время запомнилось, и что вы будете рассказывать вашим коллегам и друзьям о нашей стране? Ответить на этот вопрос нетрудно. Можно сказать, что на первом месте в Белоруссии радушие ее жителей, на втором — красота городов, на третьем — чистота и безопасность. Главным достоинством страны являются ее люди — культурные, образованные и с высоким уровнем гражданского воспитания. Это народ, который уделяет большое значение образованию, и это позволяет ему развиваться и расти. Высокий уровень образования в Белоруссии, а также приоритетное значение, которое правительство уделяет библиотекам, университетам и повышению квалификации своих граждан, говорит о многом. Однажды ваш таксист пригласил меня к себе домой на обед. Такого гостеприимства в других странах мира я не встречал. Вообще Беларусь привлекает иностранцев своей культурой, городами и, главное, людьми. И я думаю, что вам нужно больше продвигать себя, открывать свои границы и привлекать больше туристов. Каждый, кто приезжает в Беларусь, влюбляется в нее.